всем доброе утро карантин день 1 официальный у нас он далеко не 1 начнем с официального я только что проснулась вообще хотела поспать подольше но денька что-то уже с утра показывает свой характер в общем я встала время без 15 9 денька смотрит мультаны пока мы с утра просыпаемся на телевизоре вот я сейчас сделаю себе кофе мама перебирает цветы мама спала видела сон денька разбудила криком а крик у него был из-за чего из-за того что он когда я пошла в дамскую комнату он хотел чтобы его взяла на ручке я глядя не надо сходить в туалет он стоит на пороге и просится на ручке и вот я его не беру и он висели кузыка да вот такой вот ладно будем делать кофе просыпаться сегодня буду снимать весь свой день чем мы сегодня планируем заниматься вообще у нас в планах съемки и первый раз мы будем делать масштабные съемки присутствие деньги посмотрим чем это обернется сейчас вот я трогаю вот так вот возле носа походу у меня здесь простуда вскакивает этого еще не хватало и так день я с вами начинаю с кофе как я вам уже говорила и смотрите сегодня я буду делать микс потому что у меня этого чуть-чуть осталось этого чуть-чуть осталось а этот чеснова открою это с кальцием просто соевые тоже джои фирма кстати он стоил в магазине двести шестьдесят или двести пятьдесят было написано а на кассе мне его пробили за 143 она еще такая пробила говорит за 143 я рюда хотя помню что там вроде бы меньше больше была цена короче не знаю сколько на самом деле стоит может я цену не туда посмотрела я помню что я его дешевле кстати покупала а потом смотрю выросли цены вот ваша не вот этот кстати green milk он без сахара шоколадный и его вот полностью на нем делать невкусно его классно добавлять тогда латы она приобретает такой шоколада немного вкус я его чуть-чуть добавляю ой для крышка отвалилась вот этот вот кокос а вот ну вот этот хороший да а с рисом нет с рисом здесь короче есть привкус вот мне рисовое молоко вообще не нравится мне кажется у него он хоть и без сахара без всего но с каким-то жирненьким привкусом мне не нравится но здесь кокос с рисом поэтому он чуть помягче да в общем здесь я вылила вот сколько мне осталось чуть чуть-чуть добавляю вот этого да тут тоже чуть-чуть его осталось ну вот да вот например на столько я и добавляла его надолго охватила и добавляем вот этот вот свой вы час и вот кроме а и вот так я добавляю молока вот кто-то спрашивает у меня еще бывает типа как я готовлю молоко вот смотрите у меня вот столько молока больше половины то есть две трети молока вы можете делать 50 на 50 у меня например когда приходит невестка она не любит с сахаром ну то есть сладкий да и она не любит много молока я и делаю в основном вот так кофе и вот так молока но все взбиваю как бы делаю как латы но она молока много не любит поэтому вот так так вот эти два я уже выбрасываю все с ними было хорошо без них лучше они много места занимать так ставлю это все в микроволновочку и как правило минуту минуту или полторы она разогревается а кофе у меня вот здесь уже есть подостыла я его подогреваю просто так включаю подогрев он у меня что-то запылилось тут он у меня подогревается с утра и включаю подогрев молока вот мне камера на зарядке поэтому не пугайтесь этого провода который стоит беру fit половиночку этого пакетика я добавляю сюда потому что мне нужно пол ложки или даже меньше половины ложки сахара я тоже не люблю очень сильно сладки вот теперь я беру вот такой венчик я же много кому показывала но люди не перестают спрашивать все равно как я это делаю у нас есть немного севшая такая батарейка возможно сильно не взобьется но честно говоря если много сильно пены то я ее убираю представляете да смешно как бы зачем делать пену что потом и убирать но я очень странный человек я могу не доесть одну ложку вот одну ложку могу не доесть и она не полезет я могу убрать лишнюю пену но сначала перед этим ее много взбить поэтому когда взбивается вот так вот часов покажу я уже не паникую вот так даже если взбивается и не паникую просто у меня села честно говоря батарейка медленно час работает и уже кофе подогрелась я его так вот наливаю чтобы было слоями девочки нужно наливать медленно что-то она мне сразу смешалось но вообще а потому что здесь у меня это шоколадная же тут особо не видно разницы когда белое молочко и медленно вливаешь кофе то получается слоями вот так красиво получается слой пены если как следует взбить потом молоко потом кофе они даже по моему кофе здесь находится короче где-то находится кофе вот все что это за ложка какая-то вроде бы в чем-то молочно ты не знаешь вам в чем ложка вот это помешая и в общем-то лежит грязной ложкой мешает кофе нет что-то я и детской каши мама говорит так что нормально нас тут грязных ложек со вчера не лежит и все и теперь я его пью давайте глотнем его вместе ой восхитительно вы спросите наверное селена а что ты так подробно нам снимаешь свое утро влог что будет называться мое утро нет девочки я решила снимать вам видео каждый день каждый день на карантине что мы делаем вот сегодня официальный карантин у всех я думаю всем будет интересно что же мы делаем в этот первый день хотя у нас уже карантин полторы недели но я все равно же выходила и даже вчера не выходила из дома понятно что в маске все дела но я не ходила в массы вчера я просто на рынок вышла там где нет людей совершенно и взяла там эту штуку шпаклевку вот которую мне надо было вчера использовать я вчера использовала но уже вчера посмотрев кучу информации я поняла что из дома я теперь вообще не выйду я боюсь и я решила что все с сегодняшнего дня это теперь вот прям такой серьезный карантин мало то что он официальный он еще и серьезно для меня внутри что-то тоже меняется поэтому я буду снимать каждый день и чтобы вам было что посмотреть я буду более подробно снимать свой день вот сейчас вот я проснулась уже девять часов то есть 15 минут прошло да я сделала кофе день-ка вон баловается да и только мама зрительница я зрители целуют давай носик поцеловали все девочки тебя целуют ему нравится мама так что прочитала что в новостях роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми даже из-за коронавируса но мы и так не гуляем но вообще вообще ну да дети являются переносчиками очень хорошими это первое а второе понятно что в группе риска только взрослые люди но молодые также болеют и умирают и с детьми тоже уже были случаи по моему да поэтому как бы все не это не так просто как кажется так ну что мои хорошие сейчас время 15 минут одиннадцатого я помыла голову и скупалась мы готовимся к съемкам время вообще просыпаемся очень долго пока раскачаемся пока попьем кофе я даже стакан кофе не допила я со вчерашнего что зайка если ищи машинки ищи свои машинки и со вчерашнего вечера настроилась на съемки и мама даже в шоке что я так резко встала и уже такая бодрая готова и она еще просыпается все давай сейчас пойдем искать мама уже мне план работ очертила показала мне что там делать в той комнате надо зашкурить все выравнивать вообще короче это тут это видео будет целое отдельное видео называется нафига я взялась за штукатурку шпаклевку а кстати хотел вам показать кто-то мне как раз таки говорил что вот эти коврики они скользят типа будь осторожна смотрите что мы делаем мы не просто становимся на этот коврик у нас здесь вот постелен специально это фаберлик пом а нет не фаберлик не помню короче мама либо фаберлик заказывала это либо васильке заказывала и просто кому когда мы купаемся но вообще у нас все время подстелено здесь и когда я выхожу из ванны становлюсь на этот коврик все прекрасно он впитывает когда он мокренький сейчас мама еще пойдет купаться он будет мокрым его повесим посушим и обратно постели как бы вот так что конечно же я слушаю вас но у нас даже мама сразу так поставила и у нас даже и и не скользило ничего а здесь лежит и вроде не скользит но тут вроде мокро не бывает посушила голову планируем сейчас бабушка уже готовится к съемкам а я знаете сейчас пока сушила голову я еще до этого сделала пост в инстаграме да я сказала ну что сели все дома первый день карантина или кто-то не сидит еще подключена ко всяким чатиком в ватсапе да и такая наблюдаю люди обсуждают что это я наблюдаю что же они обсуждают что говорят естественно тема коронавируса сейчас везде и знаете меня удивляют люди которые вот прямом эфире недавно девушка задала вопрос да что верите ли вы в коронавирус или не верите да я отвечаю на этот вопрос я не думаю что это мировой спектакль это раз второе кто кто-то пишет в чатике но боже мой там не когда говорят ой а я не верю в коронавирус я гуляю как и гуляю и типа что там это все фигня это все политическая знаете чего могу сказать девочки что практически все что у нас происходит здесь все политическое и войны политические 2 мировая и там первое это все было делано из-за политики так соответственно сейчас я представляю что разгры разгрозилась у нас разразилась у нас война например да и вот аналогия а это все из-за политики пойду я без оружия и не буду там покупать продукты да и не буду я сидеть дома это все из-за политики пусть в меня стреляют ну типа того что ли даже если этот вирус из-за политики то выходите подвергать себя опасности вообще не вижу смысла мы никто не знаем вообще на самом деле политика не политика или реально он откуда-то взялся мы никто этого сто процентов не знаем это знают только там может быть наверху и мы не знаем даже они сейчас спокойны знают что они делают или они на самом деле сами не спокойны и выруливают как-то эту ситуацию мы никто не знаю но смысл вот просто говорить это все политическая это война и бесстрашно вот так вот ходить переносить этот вирус и так халатно относиться ко всему этому да все политика все политика но это не значит что нужно под гранаты подставляться вот так сейчас мы потихонечку готовимся к съемкам мама первая денечка пока что ходит есть тут печеньки телевизор выключили включили его в другой комнате мама настраивает камеру и мешочек с вкусняшками вот это из василечка да что-то там интересненькая сама интересно буду сейчас смотреть не распаковывала да она как я не распаковывает только перед камерой чтобы эмоции были свежие настоящими реле реле так ну давай включая настраивать все здесь и поехали подожди давай попробуем попробуем пока что не уходить может быть денечка сядет и будет тоже смотреть распаковку тихонько понаблюдаем за этим бабушка снимает уже распаковывает все радуется а крошки мои короче мама там снимает денька начал уже ходить туда-сюда и мне как раз любу позвонила и рассказывает об обстановке в москве любочка расскажи что там вот короче здесь вообще мертвая вообще народу вообще нет такая тишина тут все обрабатывают суббота причем да полностью обрабатывают на машинах и дезинфекция дезинфекция наверное да делается полная дезинфекция поэтому все сидите дома а ты видела видосы кстати ходят которые и там типа в китае там везде с пульверизаторов таких всяких а у нас типа веничка у нас веником там дезинфекцию делают нормально как поняла такой вот две машины они всю петровку и дмитровка вот это вот и этот кузнецкий мост полностью все обрабатывают все так идеально чисто просто ну классно класс прям свежестью пах вы домой уже едете до бабушка закончила съемки я смотрю она ведь еще открыла окна нет отчеток дует там в коридоре я думала то окно открыл все теперь к съемкам готовлюсь я деньки полотенца бабушка подарила какой-то будешь вот такой вот купаться и мы будем вот так вылазить до пищи как тебе я смотрю донька оценил твой подарок синий мужской цвет гречка с молоком что ли вкусно ну кушай зайка молодец туалетная бумага разбросана любит он туда помять и и типа я не знаю типа готовит из туалетной бумаги время час что мы за это время успели сделать мама успела снять видео я успела снять видео сейчас мама еще погладить свои вещи дэня кушает вот и чему мы готовимся готовимся к тому чтобы покушать наконец таки пока мама гладит а дэня пристает к ней я позавтракаю рисовая кашка молочная мама готовила здесь семена льна и немножко присахарила кокосовым сахаром потому что она какая-то совсем не сладкая но и прям щепоточку вот так вот как посолила так посохрила буду есть представляете вот снимала тут снимала и вот сейчас трогая а у меня прыщик вскочил и такой болючи зараза привод я на него надавливаю может так и не видно даже до или видно тебе не видно туда вот так надавливаю просто и вот это не реклама давай тогда вот давай это не реклама мы я уже показывала это мы не будем это показывать мы не буду показывать я просто хочу чтобы а я использовала его уже на самом деле у меня когда вот здесь вот прям высыпала мне кстати кажется что это было из сахарозаменителя которым я другим пользуюсь жидким и у меня прям я им начала только по ну как бы его начала использовать использовать господи сахарозаменитель использовать употреблять есть еще какие слова синонимы и вот забываю иногда добавлять употреблять еще какой то есть более гармонично поела пофилок в общем я начала другой жидкий сахарозаменитель употреблять в пищу вот и мне показал что у меня вот здесь вот прям я перестала его использовать и начала фитом своим пользоваться и начала фит свой есть короче короче давай вот этим помажь и через 10-15 минут если перестанет у тебя болеть при прикосновении тогда уже скажешь что эти посоветовал да тоже советовала если кто-то не видел тут то видео у тебя же другие подписчики у меня другие скажут вот средство помогло она молчит какой у меня на у меня я когда делала покупочки ты там рекомендовала же тоже это средство я живу купила фаберлики чего показывать ресторас они будут думать что реклама все это не реклама все короче просто намазала не скажу вам чем денька просит меня чтобы я ему в наушниках включила три кота но я ему вчера включила короче здесь а потом я еле отсюда вытащила поэтому я ему сегодня не включаю он бесится бьет по столу давай поиграем дай дай пятерик давай опа давай я те ладно дай пятерик голова колбаса засел на мамин блин этот крутой но 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 ну мама говорит как мама ну ну говорит пока же как мама ну ну говорит ну-но-но так по ножику но надо нонр 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 а потом щекотает пока деньгане уписает КАКИ 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 ГОВОРИТ Всем привет КАКИ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И вместо сметаны йогурт Это йогурт, который мама готовила в мультиварке Мы йогурт положили Как сметана Да Вкусно, Дэнь? Вкусно? Да я тебе буду покупать это с телятиной На сливках натуральных Конечно я буду такие брать Так вкусно С йогуртом, кстати, очень вкусно Он такой нежный Сейчас Дэнка доест свои пельмешки И, возможно, он захочет у меня Я ему еще отсыплю себя Взял у меня еще лопает Че? С кефиром не то? Без кефира нету, зайка? Да Не будешь кушать с кефиром? Блин, вот если б я знала, я бы не лошу Все, высыпал прям с тарелки мне сюда Все, не надо руки пачкать, Дэн В общем, Дэнке понравились пельмешки Но без йогурта И поэтому я сейчас варю ему еще одну порцию Потому что, мне кажется, он их за секунду съел И даже не наелся Вот ждет с ложкой, да? С ложкой Ты ждешь, да, пельмешки? Самое удивительное еще, что он-то мясо вот так вот не ест А там в пельмешках телятина И он кушает Еще он может мясо есть вот так вот В таких баночках, он любит Но если мы ему даем мясо, которое мы едим с мамой Что он едет, он его даже, не, даже смотреть на него не будет Приходится хитрить Нормально? Не горячее? Да Подуй Подуй так Дэнк Вкусно Дуй вот так Да Вкусно? Кушай, зайчик Ну все, вторую тарелочку съест Молодец Ну сейчас мясо на место положит Наестся Мамик Спасибо Кушай Все, наелся уже Мамик Я доел Ты доел, ты молодец Время 18.00 Все, мы выдохлись Поели Поработали Поснимали Отдыхаем Сидим Смотрим новости Что в стране происходит Шоколад ем российский С миндалем Черный Я уложила малыша Мама В такой романтичной обстановочке Монтирует свое видео Которое она сегодня снимала Я Что я Я вышла Сейчас я включу телевизор Сейчас я сделаю чай Я когда малого укладываю Честно говоря Он сейчас еще Так себя Плохо вел Поведение Неудовлетворительное Просто разлил Взял На постель Блин Кашу Наругала В общем его Ну потом мы вечером Помирились Я не ложусь спать Так что мы не поцеловались Не пообнялись Мы ссоримся Тут же миримся Так что бывает Но ругать надо ребенка А то совсем на голову сядет Вот Поэтому Все Он сейчас сладенько уснул И я хочу еще что-нибудь съесть И я думаю Что бы съесть Вы практически сегодня Весь мой день наблюдаете Да Видели что я ем Сейчас не знаю Залезу в холодильник Сейчас что-нибудь поищу И покажу Девочки Сама от себя не ожидала Но я разогрела Гречку С мясом И помидорчик Огурчик Я оказывается Очень голодная Я уже не стала Мудрить ничего Решила вот Гречку с мясом Поесть и все И чай поставила Потом Что-нибудь вкусненькое Сейчас сделаю На ночь глядя Ну я думаю Ничего страшного Это не повлияет На мой вес никак Пока что Я в форме 54,5 кг В общем Не смогла я доесть Всю эту порцию Съела половинку Маме остальное отдала А себе решила сделать Мама говорит Чего Вот мы не едим йогурт Она приготовила его Когда ты приготовила Кстати Вчера утром Он был готов И мы его сегодня Только первый раз С пельмешками поели Я сейчас хочу сделать Творожок Вот тут немного осталось Надо его доесть А ты ела Да Ну я Короче творожок В этот творожок Мы добавим Вот такой вот Низкокалорийный С клубничкой Что это у нас такое Сироп Да Сироп Естественно Добавим туда Наш йогурт Сейчас я нарежу Яблочко И бананчик Туда Ах И ты хочешь Да Такой вкусный Подожди Еще я туда Вот это вот Асай Ягоду Чуть-чуть покрошу И лен Клубничка Еще есть Чуть-чуть Можно сделать Клубничка Она зеленоватая Что-то мне не хочется Сюда Ее лучше в коктейль Замутить Чтобы она перемешалась Как следует А кусочками Сюда нормальный Короче Сейчас сделаю Покажу На двоих Давай Беда Беденушка Представляете У нас банан один остался Мы еще хотим Малому коктейль сделать Короче Мы напополам его поделим Сейчас половину на двоих Съедим Половину завтра На коктейль Деньки Точнее не коктейль А я хочу ему сделать Йогурт Или творожок Ну вот как бы Перемешать Вот этот йогурт Пол бананчика И вот это вот тоже Сиропчик Добавить Клубничный Мне кажется Будет очень вкусно Это завтра Он будет есть Это завтра В новом влоге Уже увидите Точнее Ну да Завтра В новом влоге Итак Здесь немного творожка По половинке яблока По четвертинке банана Теперь я беру Наш йогурт И наливаю сюда Вообще Когда мама делает Со сметаной Такое очень вкусно Когда именно много Да Там много сметаны Или много йогурта Чтобы как будто Знаете Вы как будто пьете йогурт Просто с кусочками С кусочками фруктов Так Вот я до них Тут оставлю Наверное на завтра И все И остальное Разделю нам Ему как раз На завтра осталось Сесть и все Добавила По столовой ложечке Нашего сиропа Он такой густой Прям вообще Прям мне кажется Он такой вкусный Я его просто еще не пробовала Сейчас добавлю Льна По чуть-чуть И Асайя Порошочек Это ягода такая Кстати Льон Он со вкусом орешков Даже каких-то Поэтому я сначала думала Орешки добавить сюда Но можно не добавлять Если вы добавляете льон Мне прям нравится его вкус Ну и порошок ягоды асайи Вот так вот Все это дело выглядит Маме сделала Немножко этого асайи Потому что Она еще не привыкла К его вкусу Себе сделала побольше Господи девочки Это просто Мэджик какой-то Настолько нежный Мы этот йогурт Постоянно теперь будем делать дома У нас еще есть На На одну порцию Прям вообще кайф Это лучше сметаны Лучше любого йогурта Именно домашний йогурт И вообще все оно такое нежное Классное Вкусное Думаю маме понравится Потом у нее спросим Когда она видео свое доделает Ну помешай мне тоже Ладно помешай Ну ты увидела все Красота Смотри какая Это тебе Пожалуйста Как в лучших ресторанах Как в ресторане Сейчас в сторис сниму Подожди У мамы видите Получился более нежный цвет Это как раз Из-за вот этого порошка Чем больше этого порошка Тем цвет Вот такой Видите У меня прям Бардо какой-то Мам Ну попробуй ложечку Скажи просто Как тебе И все И мы отстанем от тебя А то вдруг я Обманываю Вдруг она на самом деле Не так вкусна Да вкусно Вкусно Я знаю что вкусно Ммм Порошочек А сай Чувствуется Нет Ничего не чувствуется Все нормально Приятненького Зайки мои Сейчас почитала Комментарии Не все еще почитала Но уже несколько человек Поинтересовались Как мы делаем йогурт Дома Рассказываю 700 мл молока 3,2% И 300 грамм Простокваши Все это мы вливаем В нашу мультиварочку Вот сюда Вливаем И нажимаем Просто программу Йогурт И 8 часов Он делается Мы на ночь Обычно это делаем Утром уже йогурт готов Молоко Так вот это 2,5% Это просто мы пьем Вот такое Есть 3,2% Мы его используем Молоко И простокваша Они не должны быть Холодные Они должны быть Комнатной Температуры Прежде чем заливать Все Простоквашу Можно использовать Вот такую Либо в баночке В другой Я показывала Там в шопинг Влоге Вот То есть Вот такое Примерно Соотношение 70 на 30 Молоко При этом Должно быть Либо прокипяченное Либо ультрапастеризованное Вот мы берем Ультрапастеризованное Молоко И все И все Должно быть Чистое Чистое Чистая чаша Должна быть Чтобы не свернулась Вот в принципе Все Все очень просто Простоквашу Вообще любую Можно использовать Ой мои хорошие Посмотрели программу Время По первому каналу Ничего комментировать Не буду Цифры растут Время покажет Время все покажет Но Честно говоря Смотришь новости И как-то Настроение От них не поднимается Вообще Ни капельки Вот Сейчас я пойду Монтировать вам Этот влог И И потом Будем ложиться Спать Может быть Серию Какой-нибудь Сериальчик Посмотрю С вами прощаюсь Мои хорошие Люблю вас Целую Берегите себя Подписывайтесь